Здравствуйте, мои дорогие друзья! Ну, как же приятно, что вы заглянули ко мне на кухню. Мы с вами готовим здесь всевозможные вкусняшки и беседуем с нашими соотечественниками, которые также, как и каждый из нас, прошел этот нелегкий путь иммиграции, и делятся они своими секретами успеха. И сегодня секрет своего успеха нам раскрывает наиочаровательнейший молодой человек сочетание тонкого юмора и неисчерпаемого обаяния в одном лице в лице Александра Фельдмана. Александр Фельдман. Свадебный ведущий, предприниматель, блогер. Основатель проекта «Ноу Тамада». Участник проекта «Триалюкс» и член ассоциаций европейских ведущих «Лекс энд Партнерс». Основной целью видеть для себя внедрение такого феномена, как свадебный ведущий в европейскую и, в частности, немецкую свадебную культуру. На сегодняшний день проект «Ноу Тамада» считается одним из лидирующих на свадебном рынке Германии. А Александр – один из тех, кто постоянно развивает развлекательную индустрию Европы. Привет. 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 Спасибо за приглашение. Пожалуйста, мы-то как рады с ума сойти. И знаешь что? Вот теперь я знаю, почему у нас здесь такие высокие ворота прорубили. Вот как раз-таки для таких больших гостей, как ты. 1,95. Где, где в природе есть столько кальция? В каком провианте, из-за которого ты достиг такого гениальнейшего размера? Ну, во-первых, спасибо родителям. Во-вторых, родился я в городе хлебном под названием Ташкент. И знаешь, такой фильм, да? Ткань. Очень старый. Ташкент. Там тепло. Там тепло, там дым, арбузы и так далее, и так далее. Ну, вот, соответственно, результат. Результат сногсшибательный. И судя по тому, какой у нас сегодня провиант находится на столе, я так полагаю, борща сегодня не будет. Нет, борща сегодня не будет. На самом деле, меня вот тут представили уже как свадебного ведущего, который собирается перевернуть этот рынок. Дело в том, что свадебный ведущий должен помогать молодоженам не только, соответственно, до свадьбы и во время проведения. Ну, я подумал, почему бы не дать пару советов молодому жениху, да? Удивить свою молодую невесту, соответственно, прямо с самого первого утра, да? После первой брачной ночи, да? Вот как-то так. Ну, Кань, ее силы нужно поддержать основательно в это утро, поэтому... Соответственно, мы же исходим из того, что свадьба пела и плясала, а потом случилась первая брачная ночь, так как задумала ее природа. Но это не ты планируешь, вот это уже планируешь не ты. Хотя есть определенные люди, которые планируют и это тоже. Но это далеко, это в Америке. Это уже в другой передаче, мы все про это расскажем. Мы сегодня рассказываем нюансы, я думаю, что назвать завтрак для новобрачных. Совершенно верно. Сегодня будет... Давайте смотреть правде в лицо. Да, давайте. Зачем мужчины вообще женятся? Кроме того, для того, чтобы дома было сыто и вкусно. Так. Вот, поэтому мы должны каким-то образом удивить. Удивить женщину. Вот, поэтому я сегодня постараюсь приготовить с твоей помощью завтрак для нашей любимой женщины. И показать ей тем способом, соответственно, что мы тоже как бы... Я готова. Я готова. Готова? Отлично. Да, давай, помыкай мной как хочешь. Итак, сегодня у нас будет все это состоять дело из двух, соответственно, блюд. Тут первое блюдо у нас будет такое мясное. Ну и второй десертик. Да? Ты не против? Ты еще про одно блюдо забыл. А, про как? Хлебцы для чего? Хлебцы для чего? Ну, это тоже к основному. К греночке. Греночке, да. Это к основному относится. Вот к основному и десерт. Вот будем вот такое вот деление тут проводить. Итак, давай мы структуру нашего сегодня кулинарного выступления тоже проработаем и распределим все кулинарные задачи. Так, у нас есть сосисочки. Есть. Которые нужно немножечко разогреть, поэтому я думаю, что... Поэтому, давай-ка я перемещусь на свое горячее рабочее место. Да. И сосиски мы для их умягчения, смягчения их характера мы замочим в кипятке. Совершенно верно. А для чего это все делается? Прошу прощения. Мы сразу хотим раскрыть, да, секрет. Дело в том, что мы из них будем делать некую форму. Сегодня у нас, сегодня мы воплотим в жизнь все вот эти декорационные стереотипы свадебного дня. У нас будут везде сердечки, вот так вот, да? Love forever. Мы же надеемся, что наши молодожены будут вечно любить друг друга. Мы просто уверены в этом раз и навсегда. Кстати, статистика, кстати, статистика на моих свадьбах очень и очень позитивная. Я веду каждого, соответственно, в моем блокнотике. Все пары. За редким исключением, да? Замечательно. Скажи, пожалуйста, вот я чуть-чуть забегу вперед. У нас здесь есть клубника, у нас здесь есть шоколад. Если я не ошибаюсь, то клубника будет погружаться в дальнейшем в шоколад. А не взять ли нам его и не начать уже растопить? Совершенно верно. У нас тут подготовлен специальный шоколад, который нужно растопить. Этим займешься, наверное, всегда. Я все сделаю. Окей. Шоколад растопим для того, чтобы, как ты правильно заметила, окунать в него клубнику. Мы постараемся украсить. Клубника сама по себе ягода очень красивая и такая достаточно любвеобильная. Сочная. Я бы даже сказала, что клубника – это такая ягода любви. И можно даже ее сравнить с этой нежной, чувственной, буквально-таки невинной невестой. А ты знаешь, кстати, как называется этот шоколад? А вот так? Кувертира. Господь с вами. Кувертира. Это нужно изобразить вот прям французский. Батенька, у вас такой французский прононс. Совершенно верно. Кувертира. Вообще, я за то, чтобы каждый свадебный ведущий как минимум владел основами французского языка. Зато ты владеешь замечательно и русским языком, и немецким языком. И прекрасно справляешься на свадьбах и на том языке, и на другом. Иногда бывают случаи, когда приходится и английским вспомогаться. Поэтому многоязычие – это такой некий плюс в нашей профессии. Да-да. Так вот, кувертира. Кувертира уже находится в процессе, что я тебя хочу узнать. Чтобы ты вот этот вот весь туман и таинственность развеял и объяснил всем господам, которые сегодня собрались и на этой кухне, и по ту сторону экрана, что же есть такое No Tomada. No Tomada – это проект, который несколько лет назад я для себя придумал. Ну, начнем немножечко с истории моей. Я работал в группе некоторое время и был там действительно тамадой. Это то слово, с которым русскоязычное население, может быть, практически всего мира, связывает профессию ведущего. Хотя слово тамада, оно как бы не очень сопоставимо с теми заданиями, которые выполняет свадебный ведущий. Тамада – это пришло из Грузии, где, соответственно, существует человек, при каждом застолье существует человек, это такой статный мужчина, который поднимает рог, да, вот рог полный вина и раздает право слова. Сам, соответственно, эти слова произносит и раздает всем толстующим право. Коротенькая пауза. Помимо многочисленных языков, которыми вы обладаете, не обладаете ли вы такой замечательной способностью, буквально такая, как Наполеон, одновременно делать несколько дел? Конечно, конечно. Потому что я уже пытаюсь… Мультитаскинг. Да. Есть такое очень красивое практически русское слово. Могу ли я вас попросить вот из этих замечательных хлебцев выдавливать вот эти вот изящные сердечки, чтобы мы уже приступили? Да. Итак, ну, тамада, то есть это тот… Ты такой тамада, который вовсе как бы не тот стандартный тамада, которого мы привыкли ожидать. Совершенно верно. Вот этот дядька с баяном или… Или женщина, соответственно, с какой-нибудь такой прической, которая переодевает всех присутствующих в костюмы, там, я не знаю, есть разные варианты, есть пираты, есть цыгане и так далее, и так далее. Ты ж пойми, я не против, да, если людям это нравится, то… В то время, конечно, это было очень популярно и оригинально, вот эти все конкурсы. Давай мы их просто-напросто перечислили. Там угадывание губок невесты среди всевозможных там губных помад, да? Что там еще? Угадывание туфельки невесты. Своровать туфельку невесты. Бегать на перегонки за рюмкой водки. Что там еще? Обматываться туалетной бумагой, прыгать в мешках. Ты взяла практически самое безобидное, ведь существуют такие же штуки и задумки сценарные, как кукушечка, не знаю? Нет, я не знаю, я знаю только одну свадьбу, и на ней все было прилично. А, окей. Ну, существуют разные подходы к этому делу, мы не будем углубляться, но если наши многоуважаемые телезрители откроют сайт под названием YouTube и зададут в поисковую строку «Свадьба кукушка», они, соответственно, все это увидят. Ну, там уже что-то такое совсем неприличное. Ну, там, скажем так, на грани фола, да, на грани фола. То есть вот они шагают прям по краешку. Я думаю, что две штучки нам хватит, да? Ну, мы сегодня завтра на двоих, скажем так, изготовим. Теперь вот эти тосты, они погружаются в сковородку. Да, ты сливочное масло уже. Я сливочное масло сделала, начинаю жарить, и потом внутрь туда пойдет... Отлично. Второй поместится? Да, поместится. Давай, поместится. Прямо их нужно прожарить до такой вот золотистой корочки, вот знаешь? Вот прям, да. Практически как лук до золотистой корочки. А здесь у нас будет хлеб поджаренный. И туда нам нужно будет сейчас, соответственно, разделить белок от желтка. Да, сейчас мы это и сделаем. То есть... Если у тебя получится. А у тебя? А у меня... Я представляю, что я тот самый жених, понимаешь? У меня руки трясутся после эмоций, понимаешь? Я могу тебя ассистировать, да? Да. Сейчас только вот тут немножко... Давай, это сделаю я. С тостиками. Это могу сделать, а мы можем с тобой поместить. Чтобы они не задымились. И все будет в порядке. Итак, яйцо отделяется желтое от белого. И у нас желток идет в один тост, а белок идет в другой. Так, теперь, Аня, смотри, нам нужно белок залить в одно сердечко, а желток, соответственно, в другое. А доверит тебе это занятие? Я доверяюсь женским рукам, поэтому да. Поэтому, пожалуйста, милости просим. Вот так вот его немножечко. Вот так, да-да-да-да, соответственно, вот оно, вот оно сердечко. Первое сердечко и второе сердечко. Сюда беленькое. Ты, кстати, по желткам или по белкам? Мне желточки очень сильно нравятся. Я всегда желток выедала. Некоторые не любят. Ну вот, поэтому... И теперь? Да, теперь надо закрыть, пусть оно немножечко запарится. И огонь, ну, наверное, на самую низкую ступень. Вот, он сейчас уже на самой низкой. На самой низкой. Теперь. Отлично. Теперь с одним блюдом мы практически справились. Вот это вот с пылу жару пойдет на тарелки. У нас теперь еще какое-то сосисочное. У нас есть, да, две сосиски, которые уже, по-моему, разогрелись. Они пришли в то состояние, которое нам нужно. И я, наверное, буду их сейчас препарировать. А что вообще будет с этими сосисками? Из сосисочек, вот, как бы странно это ни смотрелось, мы также будем выделывать сердечки. Я же сказал, сегодня будут воплощены все свадебные стереотипы. Стереотипы, соответственно, свадебного декоратора. Итак, если мы говорим вообще про свадьбы, да? Про себя говорят человек, который перевернул вообще свадебную индустрию. Мы поговорили о том, что насколько, какие вообще стереотипы вот эти свадебные. И что было раньше, что есть теперь. Почему о тебе говорят, что ты также собираешься утвердить свадебного ведущего вообще вот в этом свадебном бизнесе. И что свадебный ведущий, вот, в принципе, на европейской свадьбе, это феномен. Вот его как бы вот и не должно существовать. Нет, что значит не должно существовать? Он как раз-таки должен существовать. Просто этот феномен, он несколько чужд пока еще европейскому зрителю, европейским парам. Я знаю, что в Америке очень много, в Соединенных Штатах очень много коллег, которые профессионально занимаются. И самое большое количество моих коллег, они находятся на территории бывшего Советского Союза. Это, соответственно, Россия, Украина, Беларусь. И там все это движение настолько продвинуто, да, настолько продвинуто, что мы собираемся сейчас завозить спикеров к нам в Германию для того, чтобы образовываться. Образовываться самим, образовывать наших коллег и показывать несколько другой подход к свадебному торжеству. Это не должны быть обязательно костюмы, это не должны быть стихотворения, вычитанные где-то в интернете. Это может быть стендап, это могут быть какие-то шутки, это могут быть какие-то определенные скетчи, связанные непосредственно с молодоженами, связанные непосредственно с их гостями и так далее. То есть тебе же будет намного интереснее услышать что-то про себя, может быть, в контексте с молодоженами, где-то все это соединяется и представляется в виде какого-то развлекательного элемента. То есть твое внимание будет приковано именно к ведущему, и на следующий день ты скажешь, вау, вчера была классная свадьба, потому что меня, кроме всего, еще и меня вспомнили. Мы стараемся все-таки задействовать не только молодоженов, но и всех наших гостей, чтобы им было интересно. Мне вообще, честно признаться, мне трудно оторваться от вот этих стандартов, которые мы все привыкли видеть на свадьбе. И вообще вот из чего она состоит теперь, эта свадьба, современная свадьба, мне тоже очень как-то сложные понятия. И вообще сам процесс подготовки к свадьбе, то есть ты не приходишь и не занимаешься вот этим чистейшим видом импровизации. Ты позволишь тебе ассистировать? Конечно, конечно. Вдруг у меня тоже получится так же, как у тебя. Ань, нужно свернуть, да. Сердечком. Я немножечко, если позволишь, я вот так вот. Вот прямо нужно. Прямо практически. Да, практически дорезать до конца. Да-да, продолжай свою мысль, пожалуйста. Вот, и, то есть у тебя импровизации, в общем-то, не так уж много на свадьбе. У тебя очень большой и длительный процесс подготовки к свадьбе, от А до Я. Не совсем так. Импровизация должна присутствовать в любом случае, потому что заранее ты не можешь просчитать, как этот вечер пройдет. Может случиться такое, что кондитеры, которые должны привезти торт, там, не знаю, в 8 часов вечера, они просто опоздали. Случается разное. Пробки и так далее, и так далее. Есть высшие силы, от которых ты не застрахован. Поэтому нужно включать свою импровизацию, нужно думать, окей, хорошо, сейчас у нас заминка, но наши гости не должны заметить вот этого вот небольшого провала, который зависит не только от тебя. Ты должен это замаскировать. В этом случае ты должен включить именно реально какого-то вот импровизатора и начать работать с публикой. Слушай, ну это же, это всегда, это такое напряжение, мне кажется, это только сопряжено с такой нервозностью. Слушай, совсем не. Или это вот так вот так классно, вот встал и поехал, побежал. Какое тебе сердечко классное получилось. У меня оно немножечко искривилось. Это не страшно, это не страшно. У нас мужской брутальный завтрак, понимаешь, мы же все-таки от лица молодого мужа все это делаем, да? А ты хочешь мне это посвятить, это сердце тоже? Пожалуйста, давай, 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 посвящай. Пожалуйста, если можешь. Давай, 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 аккуратно. Осторожней. Приготовь, пожалуйста, шпажку. Нет, давай-ка ты ее приготовь, а я вот это вот буду дуги тут загибать. Раз, два, три и дамки. Отличненько. И раз, соединяем. Прекрасно. Соединяем. Замечательно. Замечательно мы с тобой справились со всеми нашими заданиями, потому что сейчас наступило время для рекламной паузы. А мы продолжаем готовить и беседовать сегодня на студии Александр Фельдман, свадебный ведущий, ну, тамада, который перевернул свадебную индустрию, буквально-таки с ног на голову. Мы сегодня готовим завтрак для молодой невесты. Для молодой невесты. У нас уже тут практически все на мази. Они вытащить ли к нам? Тем временем, да, они уже подошли, я уже смотрю, что да-да-да-да-да. Их уже можно сейчас снимать с огня. И давай мы их, наверное, на тарелочки. На другую новую тарелочку, если можно. Одну жениху, другую. Не, стыдишь, пожалуйста. Да, 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 да. Смотри, у нас здесь немножечко разлился белочек. Ой, это не страшно. Но его мы срежем сейчас. Можем мы срезать, а можем мы срезать. Мы же эстетеры. Как скажешь, сегодня управляешь процессом, я так не побегу. Ты выкладывай сейчас, а я, наверное, срежу ненужные вещи. Ой, а красиво. Слушай, а вот эти вот сосиски, которые у нас в виде сердца, не погрузить ли нам их вот так прямо и на эту сковородку? Саша, совершенно верно. Давай, тогда мы сейчас сделаем следующее. Ты знаешь, сделай зеленью, а вот это следующее сделаю я. А, окей, хорошо. Сделай декорации, пожалуйста, срадебные. Продолжаем, да? Вот, чтобы не вносить сумятицу в наши кулинарные ряды, а я займусь мясом. Совершенно верно. Я отправляю вот эти вот сосисочные сердца. Я тем временем возьму, наверное, сейчас листья салата. На сковородку, в которые? В которые? Знаешь, как салат называется? Нет. У него очень красивое название «Лоло». Какое? «Лоло». Это салат «Лоло» называется. А ты даже знаешь, почему он так называется? Нет, я не знаю, почему он так называется, но мне просто нравится название «Лоло». Он звучит как-то очень романтично. Я не знаю, как называется этот салат. Но мне он не нравится. Мне больше нравятся другие виды салата. Этот немножко горчит. Серьезно? Да, серьезно. Вот эти вот белочные такие облака, я сюда помещу, если ты не против. Итак, сосиски у нас жарятся. Это у нас практически готово. К десерту мы тоже подступим. О чем мы сегодня говорим? Мы сегодня говорим о свадебной индустрии и о том, что современная свадьба уже давно-давно попрощалась со свадьбами стандартными, традиционными. Мы поговорили о развлечениях, мы поговорили о конкурсах практически. Их теперь конкурсов как таковых не существует. Но существуют наверняка какие-то традиции, которые еще все-таки остались, скорее всего, в свадебных церемониях. Иначе жалко вот как-то было бы с ними попрощаться. Существует ли что-то вот такое вот романтическое? Конечно. Смотри, по поводу конкурсов, конкурсы, они существуют, но они по-другому выглядят. Немножечко, да? То есть зрители подумают, что это такое, там, свадьба без конкурсов, это как так? Не-не-не. Конкурсы существуют, но они немножечко, они вот как-то, знаешь, более-более красивые. Касательно традиций, вы же все знаете, что существуют такие красивые традиции, как встреча молодоженов с хлебом и солью. Ничего против не имеем, но у нас есть альтернативы или какая-то такая детализация в плане того, что мы подстраиваем хлеб и соль под каждую пару индивидуально. Мы занимаемся, кроме всего, еще и поиском новых традиций. Чего-то такого, что люди еще не видели. Очень популярна в прошлом году и в этом году до сих пор очень популярна так называемая песочная церемония, которую мы иногда допроводим. Я сейчас тебе покажу, что я имею в виду. Песочная церемония. Я пока переверну наши сосисочки. Я заготовил вот такую вот вазочку. В идеале, соответственно, на свадьбе, так как это песочная церемония, все это происходит с помощью песка. Так как мы находимся на кухне, ты же знаешь, да, индивидуализация и так далее. Мы приготовили сегодня рис, или что это, пшено, да, пшено, и кофе. Тут самое главное, чтобы цвета, вот эти вот цвета двух вот этих составляющих, они, соответственно, контрастировали друг с другом. Создавался какой-то контраст. Представьте себе, что эта ваза символизирует новую семью. Или давай сейчас, скажем, эта ваза символизирует твое начинание в плане вот этой вот телепередачи. Давай представим, что это наш кулинарный проект. Да, это кулинарный проект, и он до сих пор еще пуст, и сейчас мы его будем наполнять смыслом. На свадьбах все это происходит таким образом, что я говорю о том, что каждый из молодоженов привносит в свою новую семью, что-то свое личное и так далее, и так далее. И после каждого их личного качества, каждый из них, соответственно, невеста и жених, добавляет немножечко своего песка в эту центральную вазу. Ну, основой любой семьи является, конечно же, любовь. Это первое, что наш молодожен добавляет. Что является основой твоей программы? Основой моей программы является исключительно мой душевный баланс. Отлично. Итак, душевный баланс. Засыпай немножко зерна. Засыпай, засыпай. Ребята, ибо если он соблюден, соблюдено будет все остальное. Чуть-чуть, немного, немного, немного. Душевный баланс. А ты что сыпешь? Я тоже душевный баланс. Соответственно, у нас с тобой сегодня передача, я же в ней тоже участвую. Я в нее тоже привношу что-то свое, правильно? Душевный баланс с своей стороны, душевный баланс с моей стороны. Окей, второе качество. Ну, наверное, благодарные зрители? Нет. Да. Благодарные коллеги. Благодарные коллеги. Засыпай. Такие дружные коллеги, которые очень хорошо и уважительно относятся к друг другу, поддерживают друг друга во всем, никогда не ссорятся. Насколько тебе это важно? Вот такое количество ячменя или там вот этого риса, засыпай, засыпай. Прям, да, не стесняйся. Да. Окей. Так, ну вот, за твоих коллег я видел твою фотографию прямо на доске почета у вас там в студии. Ты еще не видел все мои ордена. Это за заслуги? Да. Перед плитой? Итак. Третье, третье. У нас осталось не очень много риса, поэтому давай мы с тобой еще два. А третье, давай уже зрителей вспомним, без них не существует ни одного телевизионного проекта. Господа, господа, без вас, конечно, никуда вообще не было бы этой передачи без вас, ибо вы, вы являетесь нашим основным зерном, отправным пунктом. Итак, за вас. Как красиво ты сказала. А ты возьмешь меня к себе куда-нибудь? Я бы сказал, я бы сказал, ну, в моем понимании, это фоллоуверы, так называемые, да, последователи. Кстати, ноутом, да, инстаграм. Ну, подписывайтесь. Окей. И добавляем, добавляем. Я добавлю чуть побольше, потому что мне нужно много фоллоуверов, да. Смотри. В идеале, в идеале у нас должна вазочка заполниться, и у нас вот здесь вот получился такой вот индивидуальный узор, индивидуальный узор твоей программы, ну, соответственно, если мы применим все это дело на свадебную тематику, это у нас будет, соответственно, индивидуальность семьи, которая зарождается у нас на глазах. Вот, и теперь эта бабка, да, она отправляется на почетное место, и она всегда, всегда, необходимо, да, это сделать, она всегда будет теперь, это будет талисман нашей передачи, обязательно. Итак, возвращаясь к насущному, к хлебу насущному, что у нас какая-то сердцевина должна быть в этих сосисках. Соответственно. Что, если вбить туда пару куриных яиц? Я ничего не имею против, тем более, что это и является смыслом всего деяния. Давай, ты в одну сосиску, я в другую. Да, сначала ты. Ну, вот не знаю, сейчас ты мне... Ничего, все получится, у нас талисман уже заложен нами. Итак, раз. Супер, класс. Окей. Отлично. Давай, мусорка у меня. Да. И смотри, со вторым сердечком я тебе должен... Здесь такой хвостик. Хвостик. Его нужно будет тоже устранить, это мы сделаем сейчас с тобой. Так. Со вторым сердечком я тебе немножечко помогу. Давай, ассистируй. Давай, вот так, вот так, заливай. Вау, здорово. Все, и теперь у нас... Восхитительно. Теперь у нас сверху идет крышка. Мне сказали, что слово «отличненько» у меня часто повторяется в моем лексиконе. Поэтому превосходно, замечательно, божественно, космически. Все, закрываем. И переводим с тобой тему разговора. В сладкое. В сладкое. Десерт на кухне «Рецепт успеха». Наш кувертюр уже полностью растопился. Кувертюра? Да, кувертюра. Поэтому ты расскажешь... Алиша, у нас где-то еще одна шпажка, чтобы мы... Что вообще сейчас будет происходить в плане десертов? Что мы с тобой задумали, чем удивить нашу невесту? Итак, смотри. Сейчас мы проверим шоколад на готовность. Кувертюра на готовность, да. Дело в том, что белый шоколад, он более какой-то такой воздушный, что ли. Поэтому появляются здесь небольшие комочки. Это абсолютно нормально. Физику шоколада никто не отменял. А вот черный шоколад, он прям очень жидкий. Итак, сейчас мы берем клубнички, и нам нужно что-то такое, куда мы будем все это дело пока выставлять. Да. Супер, супер. Мы делаем следующим образом. Берем клубничку, насаживаем ее на шпажку, так, чтобы кончик не высовывался. Да. И опускаем, ну, я опущу, наверное, в черный шоколад, так, чтобы он не капал. А ты опускаешь, наверное, в белый шоколад, да? Давай. И, знаешь, я бы еще что сделала? Взяла бы, вот ты же тут не зря вот эти все украшения поставил, я бы один бочочек так, ать, сделала бы такую красоту. Ну, да, я хотел это сделать чуть попозже, ты меня переделал. Да? Да. Не страшно, не страшно. Давай, мы, наверное, еще несколько штучек приготовим. Давай, давай. Я бы прям с удовольствием только бы этим и занималась. Серьезно, это такая классная, это вот такая самая девчачья еда, да, еда и занятие вот такое художественное. Так, осторожно. Скажи, пожалуйста, а вот на твоих свадьбах, на них наверняка какие-то были конфузные ситуации, которые ты преодолел с шиком, блеском? Что-то, кажется, мне там мы про туфельку что-то говорили, там какая-то история была. Да, была история про туфельку. Это действительно случается иногда, и здесь как раз-таки нужна спонтанность. Здесь нужен выход, очень скорый выход из ситуации, потому что без него может случиться непоправимое. Я могу тебе рассказать одну историю, не называя, соответственно, паролей и явок, да, что называется. Вот, дело в том, что, ну, представь себе ситуацию, готовится свадьба, и свадьба, где с одной стороны, со стороны, по-моему, даже невесты, да, очень верующая семья, да, очень верующие люди, вот. И они меня перед, соответственно, свадебным событием вызвали на разговор, и... Ох, как ты красиво это делаешь. Да, 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 только сейчас придумала, тоже шумит. Значит, вызывает семья меня, что называется, на ковер, да, на разговор, и рассказывает мне следующую ситуацию. Пожалуйста, мы вас просим убедительно, прямо молебно мы вас просим в прямом и переносном смысле этого слова. Пожалуйста, никаких шуток ниже пояса. Так, все правильно, конечно, да. Ну, и, соответственно, я же начинаю без стихов, но зато в прозе мы там проводим эту свадьбу до того самого момента, когда воруется туфелька. Еще раз напомню, это было в параллельной вселенной, да, это еще было тогда, когда я был тамадой, тамадой. Вот, и те люди, те наши зрители, которые присутствовали на русскоязычных свадьбах, знают, что во время того, как украли туфельку, значит, наши свидетели исполняют некоторые желания. Пожелания гостей. Вот. Пожелания могут быть абсолютно разного плана. Одно из пожеланий от кого-то из публики было следующее. А мы хотим, чтобы свидетель рассказал свадебный анекдот. Слушай, вот ты говоришь, что ты не тамада, однако у тебя вся твоя харизма грузинская. Грузинская? Тамада, тамада из тебя рвется наружу. Вся твоя жестикуляция. Мне кажется, у тебя даже акцент грузинский. Слушай, слушай, это все из-за того, что я сотрудничаю. Мой личный, собственный диджей, мой партнер. Тебя я личный, собственный грузин. Сейчас, если он увидит. Сергей, все в порядке. В обморок падать не надо. Мы при тебя помним. Да. Господин Гарунов, один из самых-самых-самых лучших диджеев Германии. Причем сейчас это абсолютно не какая-то там ирония. Это так и есть. Он, да, таки да, потомственный грузин. И в тесном общении, может быть, какие-то вот такие повадки мне передались. Вернемся к баптистам. Оставим грузинам. А откуда ты знаешь, что это были баптисты? Это были не баптисты. Это были просто очень глубоко верующие люди. Ага. Вот. Ну и, соответственно, заданием нашему свидетелю он должен рассказать свадебный анекдот. Недолго думая, молодой человек рассказывает анекдот, который я в эфире нашей программы повторить просто не могу. Но в котором речь идет о том, я сейчас постараюсь округлить все острые углы. Речь идет о том, что не только один жених, да, не только один жених тесно был знаком с нашей невестой. Батюшки, нет. Вот. Как-то так, да. То есть, представь себе ситуацию. Тебе нужно, в принципе, было вытянуть невесту, ее оправдать. Нет, нужно было вытянуть не невесту, нужно было вытянуть жениха. Плюс, соответственно, его свидетеля. Потому что, представьте себе ситуацию, 200 человек, мы стоим в центре зала, он рассказывает этот анекдот. Гробовая тишина, секунды две, но эти секунды две длятся как два года. Как же ты выкрутился? И тут, значит, смех. Смех одного единственного человека. Как ты думаешь, кого? Кого? Свидетеля. Он сам посмеял. Хотя бы он, но посмеялся. Слушай, а это не означает ли это то, что он сам себя выдал? Я не знаю, это, наверное, нервно у него было. Но у него смех, просто лютый смех. На что я ему, конечно же, сказал, что твой смех сейчас спас нашу ситуацию. И вообще вот весь сегодняшний вечер. Еще там какие-то были эпитеты произнесены по поводу его анекдота. И каким-то образом все-таки удалось вот эту вот ситуацию выкрутить. Но мне кажется, дружба между женихом и свидетелем, она пострадала. И рассказывайте анекдотов на свадьбе. И это самое главное. А сейчас у нас опять есть возможность посмотреть рекламу. С удовольствием. Ну что, Аня, смотри, я думаю, что мы можем сейчас уже вот эти сосисочные сердца переложить на тарелочку. Да, мы их временно разделим друг с другом. Итак, это мы сделаем осторожнее, так, чтобы ничего не разлилось. Я тем временем собираюсь тебе показать еще один вид декорации для вот таких романтических завтраков или закусок. Это такие сердечки из помидорок. Ух ты. Да, для этого нужно брать вот такие продолговатые помидорочки и разрезать их пополам наискосочек. Аккуратненько, чтобы из них не вытек сок. Получаются вот такие кривые половиночки. Потом берется шпажка и из этих кривых половиночек у нас, вот их как вот так раз переворачиваешь, получается такое маленькое сердечко. По геометрии, наверное, у тебя в школе было пять, да? Я не буду говорить свои оценки по геометрии, потому что это меня дисквалифицирует перед моим шефом. Вот, поэтому вот, 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 несмотря на все мои оценки по геометрии, у нас получаются вот такие сердечки. И мы с тобой сделаем по два сердечка. Тебе дать петрушки? Не хочешь еще зелени добавить там в сердца или что-нибудь такое? Ну, давай попробуем, давай попробуем. Давай, секундочку. И знаешь, о чем я тебя хотела спросить, Алиса? На самом деле о твоем новом проекте, потому что этот новый проект, который еще в принципе не начался и не вступил в жизнь, да? Я думаю, он не просто с ног на голову перевернет всю свадебную индустрию, а вообще взорвет все индустрии, какие только есть вообще в Европейском Союзе. Окей. Ну, на самом деле, на самом деле, да. Я просто не знаю, насколько люди готовы к этому. Тут дело в том, что речь идет о разводах. Развод про развод. Развод про развод, да. Развод про социализации. Внеси ясность. Что это такое? Ты, ведущий на свадьбе, собираешься посвятить себя разводу, разводить, женить сначала их, потом разводить? Нет. Ну, мы будем реалистами, да. К сожалению, существуют пары, которые со временем начинают понимать, что они, ну, не совсем все-таки созданы друг для друга. Для этих пар, ну, есть разные ситуации, да. Есть ситуации, где действительно уже все потеряно, а есть ситуации, где еще такое пограничное состояние, да, где еще все можно спасти. И вот мы, недолго думая, придумали следующую штуку. В Германии уже существует нечто в зачаточном состоянии. Такие вечеринки, которые называются, как бы, вечеринки разведенного жениха. Вот так вот, да. То есть жених встречается со своими приятелями, они едут, как правило, в Гамбург, где, соответственно, в определенных частях всего города тусят. Да, можно? Можно же. Угу. Вот. Мы же продумали несколько иную штуку, которая должна выглядеть как свадьба со знаком минус. То есть, то есть... То есть я не знаю, свадьба наоборот? Свадьба наоборот, совершенно верно. Свадьба со знаком минус. Все начинается с того, что мы все вместе отрываемся под классную музыку, все гости, соответственно, и молодозоны. Слушай, это вообще можно только в сумасшедшем сне представить празднование по случаю развода. Вот для русской аудитории это вообще что-то непредставляемое. Ну, мы немножечко будем менять стереотипы, да. Мы же для того здесь и собрались, чтобы менять стереотипы. Свадьба со знаком минус. Свадьба наоборот, начинается с того, что мы все вместе в условиях какого-нибудь там зала отрываемся, у нас вечеринка. Затем, значит, подружки, невесты, которые разводятся, берут ее букет и бросают к ней. Она, соответственно, его лобит, да? То есть наоборот. Затем вывозится свадебный торт, где уже вырезан кусочек для молодоженов. Этот кусочек, те люди, которые разводятся, они его вставляют обратно, торт увозится. Слушай, а они не ходят вот так вот? Нет, они не ходят так. Хотя это было бы возможно, но мне кажется, что это было бы слишком экстравагантно. В конце концов, в конце концов, у нас вся свадьба проходит наоборот. Где-то они снимают кольца и так далее, и так далее. А пожелания? Как происходят пожелания? Мы вам желаем счастливо жить раздельно? Мы вам желаем все-таки найти свое счастье, любовь где-нибудь в другом месте. Это вот, соответственно. И в течение всей свадьбы у нас будут... Но это не свадьба. Ну, это свадьба со знаком минус. У тебя даже интересно было написано, это хох. Свадьба – это хохцайт, а вечеринка по случаю развода... Это тифцайт. Это тифцайт. Это тифцайт. А как свадьба? Ну, вот свадьба невозможна. По-русски слово «свадьба» невозможно его переделать. А это мы еще додумаем. Но это, так как мы метим на немецкий рынок, мы все продумали как бы на немецком. Вот, в конце концов, наше событие подходит к концу, и мы выходим все вместе на улицу, где стоят два белоснежных лимузина. Два. И тут ведущий задает свой решающий вопрос. Желаете ли вы сесть в два лимузина раздельно друг от друга, или все-таки уехать на одном и том же лимузине и все-таки дать шанс вашей семье? Дело в том, что в течение всего этого вечера мы постараемся пробудить в них их чувства, которые у них были. То есть мы будем показывать их фотографии, мы будем вспоминать какие-то романтические, романтичные моменты, их поездки, для того, чтобы все-таки сподвигнуть их остаться вместе. Слушай, ну это потрясающе. Это просто у тебя, знаешь, я думаю, ты себя должен чувствовать миссионером. Если эта вся идея воплотится в жизнь, это просто настолько это гуманно, настолько это человечно, вот опять объединить эту разрушающуюся ячейку общества, скрепить ее цементом любви, любви. Выпить шампанского вместе, заткнуть обратно вот эти куски тарда и все, и сели. Вот я считаю, какие должны быть эмоции после проведенного вместе вечера и сплясали, и станцевали, когда бывшие молодые подходят уже к двум лимузинам. Вы только представьте себе на секунду вот этот вот момент. Люди стоят и понимают, что да, несмотря что они развелись уже, да, где-то там в официальных учреждениях, сейчас последний шанс у них. Затаили дыхание, побольше воздуха в легких и сделать шаг в разные лимузины. Совершенно верно. Или один. В тебе сейчас говорит телевизионный ведущий. Я просто настолько это прочувствовала, это так здорово, и я уверена, я уверена, что будет очень маленький процент людей, тех, которые на самом деле растянутся в разные лимузины. Посмотрим. Я хочу сейчас найти ту пару, которая действительно сказала бы, да, эта идея нам нравится, и мы с тобой проведем, мы согласны сделать вот такой вот праздник. Потому что как бы первым быть очень сложно, но я со своей стороны хочу сказать, что та первая пара, которая согласится это сделать, я проведу это мероприятие абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Теперь, давай-ка мы с тобой сделаем десерт. А для того, чтобы нам сделать десерт, мы, вы знаете, мы как поступим? Вот у нас есть две тарелочки, у нас остались от наших замечательных тостиков вот такие вот сердечки. Вот сейчас мы их смажем мармеладом. Сейчас я возьму ножик. Я буду тебе передавать свое намазанное мармеладом сердце, а ты его будешь декорировать вот этими замечательными клубничками. Давай так и сделаем. Вот. А знаешь, что я тебе еще хотела спросить, поскольку ты человек-то уже такой, уже с многолетним опытом, а что правда, что ли, что вот немцы, они очень сложно принимают решение, чтобы вступить в брак, и что вообще они реже женятся, чем русские? Такая тенденция существует, к сожалению. Хотя брак это очень такая ответственная... Но у тебя больше работы с кем? Вот с русскими свадьбами или с немецкими? У нас, ну скажем так, 50-50. Сейчас подтягивается уже тот контингент именно коренных немцев, которые видели где-то свадебного ведущего, и им это понравилось, и они хотят как минимум провести свой день именно точно так же. Ты была когда-нибудь на немецких свадьбах? Нет, не была. Меня... Ну, многие говорят, что у них это мероприятие не такое помпезное, как у русских, что оно как бы так, ну вот, проходит практически как какая-то лекция по природоведению. Встретились, как-то выпили, поболтали, чего-то как-то где-то. К сожалению, это так. И немцы, народ достаточно консервативный, насколько я понимаю, насколько я успел прочувствовать ментальность. И для того, чтобы немцев все-таки убедить, что вам нужен свадебный ведущий, нужно развеять некие страхи, которые сидят очень глубоко. Эти страхи, соответственно, связаны с тем, что да, связаны с тем, что они где-то видели женщин, которые переодевают мужчин в какие-то женские костюмы, навешивают вот эти вот грузи. И сюда вот так вот прокатывают. И так далее, и так далее. Это со стороны, когда ты знаешь, когда ты этого не знаешь, это смотрится достаточно дико. Вот. И поэтому немцы достаточно дистанцированно сначала относятся к этому. Когда же ты им объясняешь, что может быть по-другому, может быть классно, может быть абсолютно без какого-то, без того, что я подхожу к человеку и говорю, ты пойдешь со мной, и сейчас мы тебя переоденем в утку. Да. Когда они понимают, что может быть по-другому, они соглашаются, и они видят действительно альтернативу каким-то таким вот скучным мероприятиям. Да. А знаешь, что еще у меня, какой вопрос сидит прямо на кончике моего языка. Пожалуйста. Вот сейчас узнаем, ты ответишь на него или нет. Алекс, у тебя как у профессионала с многолетним опытом, который провел многочисленные свадьбы успешные. А у тебя есть план, как будет проходить твоя собственная свадьба? Вот этим сразу я тебя разоблачаю перед нашими дорогими телезрителей, что ты холост. Да, я холост, и ты не специально снял сегодня кольцо, да. Ну, смотри, количество свадеб, которые я пережил на своем веку, оно исчисляется уже, наверное, сотнями, да. Поэтому моя свадьба собственная выглядела бы совершенно по-другому. Она была бы где-нибудь на необитаемом острове. Вот в этих банановых кожурках? Ну, не обязательно, не обязательно, нет. Мы не будем прямо вот в такой вот пафос углубляться. Это где-то необитаемый остров, это лазурный берег, чистейшая вода, какая-нибудь такая будочка из, не знаю, там, может быть, пальмовых веточек, да. Избранница, я и человек, который на непонятном языке нам что-то теряет. Он же может стереть все, что угодно. Он может стереть все, что угодно, но все-таки формуляры официальные я бы предпочел на английском хотя бы. Да, вот примерно вот так, примерно вот так. Это такой нестандартный подход. Ну, я не говорю, что это вот правда в последней инстанции. Это вот для меня, потому что я уж настолько много увидел этих свадеб на своем веку. Поэтому хочется четко управлять. Вот, у нас с тобой все, все готово. Единственное, что я предлагаю сейчас все-таки, внести такую небольшую романтическую нотку в этот новобрачный пикник. С Александром Фельманом мы приготовили сегодня завтрак для заспавшейся невесты. И теперь смотри, что у меня есть. Ух ты. Та-дам. Смотри, что у меня есть. Та-дам. Та-дам. Угу. Так. Зажмешь свечи? Конечно. Конечно, конечно. Давай. Конечно, давай. Раз. Два. Угу. Романтика. Да. Да. Еще вот такие вот штучки. Бабахнешь? Конечно. Конечно, конечно, конечно. И так, вот представь себя на месте невесты после первой брачной ночи. Вот если бы твой молодой дневник. Ты знаешь, это представление, оно осталось так далеко. Угу. Я едва ли вспомню. Но, конечно, это очень приятные ощущения, когда не она бежит на кухню, измученная весь день, проведенным в узких туфлях на каблуках и курсетом. Да. Ну, возможно, да. Это такие неудобства, которые женщина терпит ради красоты, ради этого единственного своего дня. И когда ей, дорогой ее, уже не жених, а супруг. Ага. Готово? На счастье. Настоящий грузин. Настоящий грузин. И когда он входит, когда он вплывает буквально-таки с подносом, вот таких прекрасных ядств в виде сердец. Ну что? Что еще можно пожелать не только в брачной постели, но и на любой кулинарной передаче, дорогие мои? Сегодня с неординарным, нестандартным, восхитительным, прекрасным, обаятельным ведущим, который ломает все стереотипы. Мы приготовили этот прекрасный завтрак. И коротенько произнесем все ингредиенты. Это были обжаренные тосты, просто с куриными яйцами, сосиски, выгнутые в форме сердец, помидорки в виде сердечек и клубника в шоколаде. И сейчас, я думаю, подошел психологический момент для тоста. Для тоста. Я думаю, что сейчас свадебный тост был бы неуместен, потому что, опять же повторюсь, все индивидуально. Поэтому я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю передачу одним старым тостом, который я услышал еще в далеком детстве. Но мне кажется, что он прямо сейчас подходит, как вишенка на торт. Внимание. За столом собрались четыре мудреца и стали рассуждать, что же самое главное в жизни. Первый мудрец поднимается и говорит, самое главное это то, что у человека в сердце. И этим мудрецом был Иисус Христос. Второй мудрец говорит, ребят, не-не-не-не, самое главное в жизни это репродуктивная функция человека. Половая функция. И этим мудрецом был Зигмунд Фрейд. Третий мудрец поднимается и говорит, ребята, нет-нет-нет-нет. Самое важное это то, что находится у человека в кармане, это его материальное состояние. И этим мудрецом был кто? Карл Макс. Капитал. Настало время четвертого мудреца, который поднимается и говорит, ребята, успокойтесь. Все в жизни относительно. И этим мудрецом был кто? Альберт Ринштейн. Теория относительности. Поэтому мне бы хотелось за этим столом пожелать твоей передаче относительно много счастья, удачи, успеха, большого количества зрительской любви, ну и приятных гостей здесь, в студии. А тебе я желаю успеха. Рецепт успеха желает успеха от души Александру Фельдману во всех его начинаниях, во всех его мероприятиях. А с вами мы прощаемся на этой вкусно-клубнично-шоколадной ноте. Пока-пока. Cheers. Субтитры подогнал «Симон»